В Мордовском заповеднике наконец удалось потушить низовой пожар, который охватил площадь в 357 гектаров. 19 мая на территории Пуштинского участкового лесничества было обнаружено возгорание. На тушение пожара были брошены все силы. С ним боролись сотрудники заповедной Мордовии, республиканского МЧС и из Нижегородской области. Всего более 140 человек и 33 единицы техники. Ситуация с тушением осложнялась труднодоступностью местности. Причинами такой высокой скорости распространения огня является аномально сухая осень и весна. За весь период после схода снежного покрова выпало лишь 40 миллиметров осадков, а также постоянное обновление температурных рекордов. В Темниковском районе установлен 4-й класс пожароопасности. Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о возможной причастности жительницы Саранска 84-го года рождения к незаконному обороту наркотических средств. В ночь с 22 на 23 мая она была остановлена оперативниками и досмотрена около своего дома по улице Миронова. При женщине было обнаружено синтетическое наркотическое средство массой 1 грамм, а также курительная трубка. Следственным управлением Следственного комитета России по республике Мордовия в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пролетарским судом Саранска в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 9 мая в одном из домов по улице Волгоградская двое подростков украли велосипеды марки Стелс. Их разыскивают сотрудники полиции. Если вы располагаете какой-либо информацией о злоумышленниках, просим позвонить в отдел полиции номер 1 на МВД России по городу Саранск по телефону 29 77 88 8 917 998 602 7. Полицейские регионы напоминают гражданам о мерах профилактики краж велосипедов. Не оставляйте двухколесный транспорт без присмотра. Приметы подозреваемых. Молодой человек на вид 10-14 лет. Худощавого тела сложения. Рост 140-145 см. Был одет в серую футболку с рисунком, светло-коричневые шорты, белые носки, черные кроссовки. Второго молодому человеку на вид 10-14 лет. Среднего тела сложения. Рост 140-145 см. Был одет в серую футболку с рисунком синего цвета, джинсовые шорты синего цвета, черные носки, черные кроссовки, на голове черная бейсболка. Если вы располагаете какой-либо информацией о злоумышленниках, просим позвонить в отдел полиции номер 1 у МВД России по городу Саранск по телефону 29 77 88 29 77 60 или 02. Интернет мошенников все больше, а вот число осторожных покупателей не растет. В сети продолжают промышлять люди, которые берут деньги за товар, а после не выходят на связь. Казалось бы, стандартная схема, но люди по-прежнему совершают покупки через интернет и становятся жертвами аферистов. В отдел полиции номер 3 у МВД России по городу Саранск обратился 24-летний рабочий. Молодой человек рассказал, что в популярной социальной сети нашел объявление о продаже автомобильных колес. Написав продавцу сообщение и получив номер его банковской карты, мужчина посредством банкомата перевел на указанный счет 6200 рублей. После чего продавец внес его аккаунт в черный список, поняв, что в отношении него совершено мошенничество, молодой человек обратился за помощью в органы внутренних дел. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников. В исправительной колонии номер 18 запрещенные предметы пытались доставить с помощью арбалета. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Оперативного управления УФСИН России по Республике Мордовия совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия на прилегающей к учреждению территории при попытке переброса четырех мобильных телефонов с помощью арбалета были задержаны двое жителей Саранска. Составлены протоколы об административном правонарушении. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия отметили 88-ю годовщину со дня образования. Торжественное собрание проходило в поселке Яваз. Наиболее отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды, а учащимся кадетского класса Явазской средней общеобразовательной школы были присвоены кадетские звания «младший сержант». В завершении праздника вниманию собравшихся были представлены выступления сотрудников кинологической службы со служебными собаками. 24 мая в половине второго часа ночи в Зубово-Полянском районе 57-летний водитель автомашины «Шевроле Спарк» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир «Шевроле» от полученных травм скончались на месте. Еще двое пассажиров «Шевроле» с различными травмами были госпитализированы в Зубово-Полянскую больницу. 25 мая уже в Октябрьском районе в 10 часов 30 минут гражданин, управляя мотоблоком, не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. В результате ДТП пассажиры мотоблока, передвигающиеся в тележке с различными травмами и в состоянии алкогольного опьянения, госпитализированы в больницу. В Ромодановском районе в 14.00 53-летняя гражданка, не имея прав, тем не менее управляла скутером. Езда закончилась ДТП. Женщина упала на проезжую часть автодороги, ей была оказана медицинская помощь. В это же время, но уже по улице Батевградская в Саранске 19-летний водитель автомашины Богдан не учел дистанцию до впереди движущейся машины, в результате чего врезался в Пижо 308, которая остановилась перед ним. В результате происшествия водитель отечественного автопрома обращался в больницу. 26 мая также зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб. Это случилось в Ковылкинском районе в 8 часов вечера. 51-летний водитель Форд Фокуса по предварительной версии не справился с управлением и слетел в кювет. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи. Тело мужчины направлено в морг, назначены экспертизы. В минувшие выходные дни, 25 и 26 мая, сотрудники Госавтоинспекции Мордовии организовали очередной этап оперативно-профилактической операции «Нетрезвый водитель». В ходе проведения мероприятия на территории республики было выявлено 8 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. В действиях трех из них усматриваются признаки состава преступления. Субтитры создавал DimaTorzok